Вчера во время заседания законодательного собрания сразу два законопроекта были выдвинуты по вопросам выборов губернатора. Один был так называемый президентский вариант, а другой был выдвинут непосредственно нашей фракцией. Вы знаете, могу сказать только одно, что за неделю до выборов президента, когда обещания, предвыборные обещания звучали, что свободные выборы губернаторов, мэров, городов, все это было озвучено для граждан и все поняли это практически буквально. То на вчерашний день я могу сказать такое, знаете, решение было действительно, оно было, оно появилось, оно было уже заграблено даже на уровне Государственной Думы, но решение-то такое половинчатое. И вот тогда хочется спросить Владимира Владимировича Путина, вы у нас наполовину президент или как? Поэтому я имею в виду законно избранный наполовину или на все сто? Здесь этот вопрос очень такой спорный, трудный, потому что вариант, который был предложен на уровне Государственной Думы и который вчера мы обсуждали за каком собрании, говорит о том, что некий фильтр, фильтр, который должен преобладать в решении выбора нашего будущего губернатора. То есть решать будем, будут не граждане, а решать будут депутаты муниципальных собраний. Почему? Тогда где мы тогда в этом случае? И что такое свободные выборы? Или вообще-то, а зачем нам идти голосовать? Пусть тогда только депутаты муниципальных образований идут голосовать и избирать. Одним словом, вот эта вот половинчатость или невыполнение прямых своих обещаний, которые были озвучены в прямых экранах телевидения на первом канале, ну на всех центральных каналах телевидения, все это было, но на сегодняшний момент мы понимаем, что это все такие очередные предвыборные лозунги. Ну так, ну первое, так люди не хотят жить и так люди не хотят избирать, они не хотят в этом участвовать. Поэтому, если сейчас опять начнутся очередные волнения, митинги, которые сейчас будут называться несоксионированные, еще очень дорогостоящие для организаторов этих митингов, в общем-то, зачин или зачинателем этих всего является непосредственно наш президент Владимир Владимирович Путин. И я считаю, что выборы, они должны быть не только честными, они должны быть добровольными, открытыми и полноценными. Не должно быть никакой половинчистости. Все должно быть честно. Как Вы считаете, с чем связано появление муниципального барьера? Это определенное ограничение. Сегодня, как и раньше, как и ранее, очень неудобно, свободно избранный губернатор. Не важно, город Санкт-Петербург или Псково, это не важно. Но если он выбран именно гражданами, то он и служит этим гражданам. Он служит не президенту и не премьер-министру, а именно городу, гражданам, которые его избрали. Если это будет не человек президента или премьер-министра, то эта гражданатура достаточно сложная для выяснения взаимоотношений. Потому что вопросов у губернаторов городов может быть много, и может быть даже много неудобных этих вопросов для правительства. А иметь неудобного губернатора, это проблема. И, конечно, каждый, так сказать, президент хочет устроить очередную свою ветвь власти. Он ее сам устраивает, он ее сам выстраивает. Главное, что удобную под себя. Не для регионов, не для городов, а под себя. Вот, собственно говоря, и в этом-то и есть разница. А в чем заключалось предложение фракции «Яблоко»? Свободные выборы за то, что не только выдвижение кандидатур на должность губернатора от партии, но еще и самовыдвижение. А на какой сейчас стадии находится утверждение этого закона? Ну, мы прошли такую первую стадию, как прошли. Голосование прошло, мы традиционно проиграли это голосование, потому что у нас в нашем законодательном собрании уже все заранее, все подчитано и сосчитано. Считается все очень просто и легко. Единероссия плюс ЛДПР, плюс часть КПРФ, немножко справедливая Россия. Ну и, в общем-то, получается большинство. Вот так, собственно говоря, наш законопроект он не прошел. Прошел законопроект, который был выдан от имени правительства. Мы прошли первое слушание, поправки даны до 4 июня. Мы будем с этим работать.